добрый день дорогие друзья рожходы что сегодня у нас новый месяц называется он шват в этот день мы отвечаем новый год который называется тубе шват 15 швата новый год деревьев такой есть в этот день мы не читаем или татаханум праздник деревьев нас 4 нового года вот это один из них что интересно мы читаем в новом месяце история отрывок из книги пенхаз где говорится о новом месяце там написано что мы должны принести в жертву сожжение двух молодых быков одного барана 7 годовалых ягнят вернее это не достигшие года и нет и одного козла в крестительную жертву и с каждым быком мы приносим три амера то есть три десятых эйфы тонкой пшеничной муки смешанной с полгина оливкового масла с каждым ягненком мы приносим одну десятую эйфы тонкой пшеничной муки и смешанную с четвертью гина оливкового масла то интересно получается если мы берем бк то мы берем три десятых эйфы то есть три амера муки есть комментарии что один амер это два килограмма семьсот тридцать грамм или это если в литрах 3,9 литра есть такой комментарий то один есть комментарий что это 6 литров масла получается тогда что на один амер мы берем один литр масла вот так можно взять такая смесь и если посмотрим бк то тоже пропорции получается что на один литр масла получается один амер муки а вот с ягненком не так получается что четверть гина масла то есть полтора литра на один амер муки то есть смесь получается более мягкая свыше нам это не объясняет ну просто мы замечаем когда считаем положено место на этот день на расходы что вот такое удивительное сочетание и то и то сжигается но в общем просто интересно вот теперь разбираем дальше главу бо машин после казни тьмой три дня к мы египетской мы знали когда все вышли закатал египтян как в бетон они погибали то теперь машин развали с фараоном и он говорит как вы хотите идите служите богу всесильному вашему и он машин говорит пойдем мы со всем народом пойдем стартами нас детьми нашими с мелким и крупным скотом мы пойдем три дня пути в пустыню принесем жертву богу всесильному нашему и фараон говорит иди вы идите говорит а животных отставьте а машин говорит что даже ты нам даст своих животных в приношении потому что праздник бога у нас а фараон опять укрепила сердце он говорит не не пойдете никто из вас не пойдет то есть и берегись чтобы ты не видел больше лица моего а машин говорит правда не увижу я больше лица твоего или ты моего лица не увидишь вот так что это такое лица моего не увидишь это иосиф разговаривает с братьями он говорит если вы не приведете меньшего брата вашего сюда в египет то вы моего лица не увидите то есть вы зерна не получите что это значит что это голодная смерть если бы иосиф не дал не продал бы братьям зерна то они бы погибли то есть то же самое то есть но машин думает что ему это удастся но всевышний нет всевышний говорит все таки иди и скажи фараону что я появлюсь посреди египта ночью и умрет всякий первенец от первенца фараона который должен съесть на троне и до первенца рабыни которые при жерновах и все первенцы скота предупреждают его о страшной каре фараона всевышний сказал маше что вы не уйдете с пустыми руками отсюда и мы это знаем что всевышний это уже говорил нашему братцу врагаму это было пятьсот лет назад пятьсот четыреста тридцать лет назад он ему сказал что потомки твои будут чужой стране угнетать их будут четыреста лет потом выйти с большим достоянием то есть вы не уйдете с пустыми руками всевышний сказал что попросит женщина у соседей своих вещи вещи серебряные вещи золотые и опустошить египет но так вот то есть маше сказал это фараону и сказал что такое то случится и рассказано про одну знатную египтянку она говорит ну у меня никого нет у меня уже это казнь не коснется маше же сказал ты будешь страдать еще больше чем другие и действительно последствия мы знаем что когда всевышний навел эту кару то собаки разрыли могилу ее сына и вытащили останки и она действительно очень страшно страдала от этой казни всевышний сказал что вы должны взять себе ягнят на на общий дом выбить на очий дом и из овец или из кос берите ягненок не достигший года без единого порока и их вы принесете в жертву которая называется жертва песок на сегодня наш урок заканчивается роббан на озвобождение души игорь бен лев берта бот исраэль павел бенефим самый бен герш памяти ури бен харитон мендель бен мендель яков бен нахум владир бен григорий за здоровья светлана бот клара шимон бен исхак борис бен мария анна бот ривка парина первым бацони ссора лена бот лара жебет ида анна бот елена евгений бен эстер эфим бен эстер двора бот мирям моисей бен ева ирина Бот дворо ёсип бен рейса инесса бот мель евгений бен берт энергии под и тафир обатана гена геннадий бен елена ой до бот светлана и еще дам бен сара тани бацарида и да бот рива вадим бен датьяна юлия бот было яков юстили трассель смон банд мира файга бет берта оси бот года марк бенина и рамп бот вера йорнит лора рафаэль бен клара хана цепора бацара игат бен хая авива и фильм бен сония майя бацоина алексей бен ольга Мазал Барасас Гула Ирина Батури Арон Ребенури За хороший дух Арон Ребен Двор Родни Зменахум Авегай Бацара Хана Батаврагам Рафаэль Ариэлей Бен Лариса Парасай Блюд Владимир Банрая Марина Батрая Борисовна Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Параса Кавана Мазал то, что мы это время не грешили Читали Тору Всем желаю крепчайшего здоровья Пусть закончится эта страшная война И до следующих встреч Надеюсь, настоится завтра в 15 часов Росхода Штов Шалом